Из пшена, перловки, гречки и даже манки можно сделать солдатскую кашу. Повара кулинарного техникума соревнуются в умении удивить проголодавшихся гостей. Ребята проявляют изобретательность. Виктор Санджиев за вдохновением обратился к историческим корням. Готовит на восточный манер фронтовая каша с кониной. У меня отец в Калмыкии вырос. Там мы в основном, они пошли от монголов. Там было все, кони в основном. Вот из них делали все. И ели это все было. Было вкусно, говорят. У Никиты Прохорова почти традиционный рецепт. Привычная гречка, лук вместо мяса шампиньоны. Юный повар говорит, полезных веществ в них не меньше, чем в тушенке. В том, что будет вкусно, кулинар не сомневается. Знает секрет. Добавить специи по вкусу, готовить как бы с душой, чтобы самому нравилось. Ну вот как бы все. На празднике в честь 23 февраля, пока ребята трудятся на кухне, младшим школьникам показывают музей, посвященный работе поваров в военное время. И демонстрируют уникальный продукт. В кулинарном техникуме испекли хлеб по рецепту того, которым кормили жителей блокадного Ленинграда. Это стандартная современная булка белого, к которой мы все привыкли. Такие буханки 250 граммов делали в годы войны. А это те самые знаменитые 125 граммов, которые выдавали людям в блокадном Ленинграде. Минимальная пайка. Инесса Монадышева в блокаду была совсем малышкой, но голод помнит отчетливо. Сейчас женщина часто встречается со школьниками и учит их к хлебу относиться бережно, даже крошки не выбрасывать. Я через мясорубку, валиваем там котлеты или что там есть отца. У нас всегда все в пределе. Стараемся все, чтобы не отца. Потому что мы знаем, как все это тяжело достается. А уж в сельском хозяйстве тем более. Поэтому надо всегда хлеб, ребятишки берегите. По итогам кулинарного состязания лучшую солдатскую кашу так и не выбрали. Все хороши. Все сварены от души и с добром. Повара могут с гордостью включать в свои меню новое блюдо – добрая каша. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Мариана Мирная, Сергей Баскин.